Торпеда Таджи. Краска в салоне уже другая. И фонари другие. Но там фонари, потому что пострадали неоднократно, я полагаю. Но не у меня. Хотя у меня они отлетали, но мы их потом в новый корпус собирали. О, прикольно. Итак, Александр Калашник в роли лидера. 16-е место квалификации у Никиты Лукьянова. 17-я позиция была. И тут оба гонщика чувствуют себя вполне комфортно и уютно. В столь непростых условиях. Ребята уже потренировались сегодня с утра. Я так понаблюдал немного. Перекладку-то подсмазал Калашник. И мы в целом можем ожидать многого сегодня по ходу ТОП-32. Ребята едут близко. И что-то все остановились сейчас. Снова замерло все до рассвета у нас в какой-то момент. Это, конечно, сложные условия, прямо скажем, для столь мощных автомобилей. Они начинают буксовать, мылить, стоять на месте, особенно в больших углах. Поэтому здесь важен тотальный контроль над автомобилями. И Леви, Саша Калашник, там была тенденция к развороту, но как будто бы справился. Лукьянов молодец. Никита, ну и смотрим, вторая часть этой дуэли. Александр Калашник в роли преследователя. Никита там двумя колесами за пределами трассы оказался. Но в итоге выбрался из этой непростой ситуации. По-моему, даже не закисцы волил. Саше пришлось весь поворот практически ждать, что будет с лидером. Ну и теперь надо уже давить, надо уже мазжить. А Дайба делает вещи, по-моему. Красиво. Красиво. Так, тут чуть-чуть смещается внутрь Александр Калашник. Но не настолько, чтобы это стало для него в итоге проблемой. Хоп. Синхронно. Ой, какая красота. И теперь надо внутрь чуть-чуть запрыгнуть Александру Калашнику для того, чтобы снова подъехать к лидеру. А как будто бы у Никиты разулось заднее левое колесо. Но я могу ошибаться. Ну вот, выглядело это как-то похоже. Да, у него спустило заднее левое колесо. Ого. Ой, 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 ой. Саша, Саша. Как так-то? Никита Лукьянов в топ-16. Да, что-то у нас поменялось в судейском корпусе. Я вот не могу понять до конца, до сих пор, что именно. Никита Лукьянов лишь 17-е место вчера занял в отборочных заездах. У него было в активе 92 балла, а Айрат Ибрагимов показал 99 баллов. Причем, Гочи, прикинь, 99 баллов по РДС-овской системе. По РДС-овской системе. Зари, зари, зари. Так, помчали. Хорош на постановке Айрат. Был до того момента, пока не остановился. Но это, конечно, ошибка будет ему дорого очень стоить. Непонятно, что там произошло. Возможно, кстати... Да, сильно близко к краю трассы и попал там на мокрую часть. А дальше как в тумане, что называется. Ну, посмотрите, как он круто едет лидером. Даже несмотря на вот эту свою невероятную оплошность, которую он допустил на постановке. Но оба участника разобрались. Оба участника продолжают заезд. Ну, и здесь стоит отметить также Никиту. Он решил тоже заезд продолжить. Ну, так, как будто бы справляется с ГТшкой. Повезло человеку, да. Казалось бы, выиграл квалификацию. Должна быть простая сеточка. А тебе вот будьте нати, тысячесильный... Тысячесильная ГТха Никита Лукьянов. Попадается. И все. На этом все. Для Айрата Ибрагимова. Заканчивается. Опять такое ощущение, что подскользнулся на ровном месте. Да, опять по краешку поехал. Красный флаг. И, соответственно, мы фиксируем, что Никита Лукьянов выходит в топ-8. Короче, я решил познать новые грани, но понял, что я к этим новым граням все-таки не готов. Грани слишком где-то... Итак, Никита Лукьянов, Александр Казанцев. Что же из этого интересно выйдет? Учитывая, что Александр Казанцев будет лидировать в этой паре. О, свалил, свалил Казанцев. О, как? Свалил Казанцев. А как это произошло? Сейчас еще и переразгонят Лукьянова. Но нет, это вряд ли, конечно. Консервативно поставился, конечно, очень Казанцев. Да, надо было маленько поинтересоваться. Ну, а Никита Лукьянов не повелся на всю эту историю. Он догнал. И сейчас, конечно, не слезет с Александра Казанцева. Ох, лютый заедет. Красотища. О, прям жир. Жирный жир. А Александр Казанцев, мне кажется, вообще все достает из своей машины, что там есть. И даже немножечко... И какие-то внутренние запасы дополнительные еще там изыскивает. Красота. Ну, что вот с ним делать? Как вот с ним воевать? Сейчас посмотрим. Пилот Винап Девилс Рейсинг Тим против пилота команды Сайдмастерс. Смотри, не отстает Саня-то. Ай-яй-яй, Саша. Ну вот первым ты чего так не сделал? Ничего, но прилипал Лукьянов, как прикольно. Да, конечно, очень тяжело. Таким бою... Нормально покраешься. Красивое. А это вы продаете, Дрит? Нет, только показываем. Ну, тут как будто бы близенько Саша смог подъехать. Один еще раз в паре Никита Лукьянов-Александр Казанцев. Баланс машины изначально. Смотри, а встать от него стартал. Казанцев Александр Никита Лукьянов. Вот за этой беседой мы как-то и не заметили даже того, что у нас на трассе происходит. А на трассе у нас происходит настоящий праздник дрифта в исполнении двух этих великолепных господ. Один представляет Екатеринбург, ну, по факту проживая в Сочи. Другой представляет город Киев. Ой, зачем ты там этот ручник дал? Какие крутые искры там только что были из-под БМВ. Что творится-то вообще? Это законно вообще или нет вот так дрифтить? А тут сейчас Никита Лукьянов подотвалится, потому что мылить почему-то он начал в гиперуглу. С гиперуглом. Дерзко. Есть тут ощущение, что после таких проездов где-то вот на стадии в топ-8 или топ-4, не отстанет. Давай, Санька. Подари нам праздник дрифта. Перекладывается Александр Казанцев и остается рядом с Никитой Лукьяновым. Здесь из гейта вырывается огромное количество огня. Из-под ГТшки. Одним колесом там дропнулся немножко. Так, тут через нутряночку Саша Казанцев остается рядом с лидером. Чуть запоздание перекладка. Да что они вообще себе позволяют? Короче, ОМТ, да? ОМТ. Еще один ОМТ. Так. Смотри, опять Казанцев как будто бы свалил. О, это было, давай, давай, давай. Ааа, и наконец-то вы увидели фирменную постановку Сани Казанцева. И ты поглядишь, что творят. Ой, зачем? Казанцев не поехал. Как будто бы не поехал. Так, а тебе когда, когда в заднее, нет? Непонятно, Казанцев сломался, а потом удар получился. Ааа, да? Да. Эх, это режима 30-ка. Барыш! Ногой. Вот, смотри, что он ее пинает просто. Спросил на прямых колесах ехать, если... Просто спросил, есть возможность, нет? Спросил, всех обманул. Спросил, можно или нельзя, ему разрешили, а он поехал. Не развернулся. Ааа, вот в чем было. Тоже заглох? Не, не заглох. Так, за выход в финал. Да, это полуфинал второй Никита Лукьянов, Владислав Сазонов. Шестьсот шестьдесят пятый номер. Пятым. С результатом 95 баллов. Рыкса, если от него сейчас уедет, я тоже сильно удивлюсь. А она, в принципе, так и делает. Я от ГТшки ушел. Пришлось сильно там тормозить Никите на постановке, но разобрался он в итоге. Так. Слушай, а я бы не сказал, что Рыкса-то уступает по темпу сильно ГТхе. Я бы даже сказал, что Никите приходится работать. Немало там для того, чтобы... Прикольно там близко я проехал. Да, он как карт просто такой... Прокатывается там очень прикольно. Задний плачет стал. Никита? Ну, так сложилось. Четова две части он еще пока никого не прижурит. А где? А что? Ну, не сказать, что гиперприн... Полуфинальные пары. Никита Лукьянов в роли лидера. Владислав Сазонов в роли преследователя. Опять-то требует на тряс прыгать за ним. Да, на тряс пойду. Ого! Дави, 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 дави. Вот это моща! Вот это пошла вода горячая. Так, здесь главное не засидеться. Хорош! О, переложился. Давида, 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 Давида. И здесь надо подъезжать. Поймал, поймал, смотри. Ай-яй-яй! Отпал! Отпал, обидно очень. Причем отпал. В этом месте, в котором спадать-то нельзя. Так. Ну, 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 через нутряночку здесь. И кто же тут гас зачем отпустил-то? Ну, 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 давай, 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 дави! Да, Лукьянов, круто! Вот, посмотрели друг на друга, показали друг другу большой палец. И это финал. И это финал, дамы и господа. Никита Лукьянов в роли лидера в первом заезде против Александра Мезенцева. Киев против Санкт-Петербурга. Toyota GT86, два GZ-GT-E против BMW E36 на... Тоже на GZ. Ого! Ого! А встал-то хорошо под него. Встал прям здорово очень. С меньшим углом, правда, но тут без вариантов. Если с таким же углом пытаться ехать, то... Никита Лукьянов уедет. Ай! Ой, но он и так, в общем, уедет, получается. Да! Но еще посмотрим, как Никита справится вторым номером. Конечно, с таким... по меркам GZ-GT-шки не самым быстрым соперником. Есть ощущение, что даже у Саши Казанцева 30-чка побыстрее ехал. Да, есть ощущение. И финиширует. Это пара... Ну... Так, Никита Лукьянов в роли преследователя Александра Мезенцев, в роли лидера. Что-то в какой-то гиперсредний угол. Все встали. Встали все, да. Мимо первого клипа Александр Мезенцев. Но на это никакого внимания абсолютно не обращает Никита Лукьянов, а просто продолжает прессинговать лидера. Тут по традиции подопустил. А дальше вот портагонит. Как же много дыма. От одной машины. От одной машины, да, причем. За себя и за того парня дымит. Никита Лукьянов. Ой, я что-то там чуть-чуть прямых колес. Но тяжело, тяжело Никите Лукьянову. Приходится очень много работать. Ручников, педали сцепления и газов. На. Дух ЧП. Итак, Никита Лукьянов поддерживает победу на втором этапе. Молодец, хорошо ехал. 104 в челлендж. И победителя Никиту Лукьянова мы поздравляем с тем, что он таки смог. Он таки смог, потому что на прошлом этапе при своем колоссальном преимуществе он выиграл квалификацию. Но вот в топ-8 или в топ-16. В топ-16 он отвалился. Да, отвалился. Именно там мы транслируем все наши гонки. Вот еще раз вашему вниманию победители этапа. Владислав Сазонов, третье место, второй. Александр Мезецев, победитель Никита Лукьянов.